Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Вы знаете, вот у нас вторники, получаются какие-то такие, дни разговора о кризисе. В прошлый раз мы говорили о кризисе современного капитализма, вообще о неизбежности его гибели. Как у нас помнится, да, когда, кто помнит, в Россоветском Союзе говорил, дембель неизбежен, как гибель капитализма, да, неизбежен, как гибель капитализма. Вот, а сегодня мы поговорим о кризисе, предполагаемом или действительном кризисе современного кино. Но, хотя повод для этого совсем даже не кризисный, потому что в Москве только что открылся и в самом разгаре 34-й Московский международный кинофестиваль. И я рад приветствовать у нас в гостях программного директора этого фестиваля, Кирилла Эмильевича Разлугова. Добрый вечер. Директора Российского института культурологии, киноведа и культуролога. И поговорить, конечно, не только о фестивале, но вообще о состоянии, а вот, как по-английски говорится, state of the art, да, современное состояние, но в случае кино это как состояние искусства. В каком состоянии находится ныне искусство кино? Его отношение с рынком, его отношение с государством, его отношение с новой технологией. Какие трансформации претерпевает институт кино, искусство кино? Вот сейчас, в 2012 году. Ну, начнем, давайте, наверное, с фестиваля. Вы знаете, вопрос такой сначала немножко общий. Что такое вообще фестивали в современном культурном ландшафте? Это некая витрина, да, выставка достижений народного хозяйства? Это ярмарка? Или это, может быть, вообще ритуал некой такой прошлой эпохи XX века, такое некое культовое мероприятие для своих? Вот, ну, фестивали очень разные. Поэтому, если вы спрашиваете о фестивалях вообще, то тут мы можем 25 тысяч разных вариантов найти, в зависимости от того, что это такое. Небольшое собрание энтузиастов в небольшом городе или что-то, что транслируется через интернет по всему миру. Делает ли это Питер Гриновой, как на площади, или делает это, скажем, в рамках какой-то бьеннале или какой-то выставки. Вот. Если говорить о кинофестивалях, то вот их размножение последний год, последние десятилетия связано с тем, что резко сократилось пространство кинотеатров. Не столько по количеству кинотеатров, сколько по характеру репертуара. В силу того, что довольно жесткие законы рынка здесь являются определяющими, то, соответственно, ну, я так по приблизительным расчетам думаю, что вот в кинотеатральном прокате показывается, ну, может быть, порядка 200 фильмов, из которых 25 голливудских, которые идут по всему миру, плюс к этому 25 еще, которые идут в разных регионах. Извините, это в мире? В мире. Вообще в мировом прокате 200 фильмов всего, так как в крупном. В крупном, в больших кинотеатрах. Вот. Значит, дальше еще 25 фильмов по регионам идут, то есть одни 25 идут в Юго-Восточной Азии, вторые 25 идут в Европе. Разные фильмы, но тоже производство Голливуда, как главного транснационального центра. Плюс к этому еще по 25 фильмов, которые делаются в больших кинопроизводящих странах и распространяются вокруг. Это такие страны, как Индия, в первую очередь, где огромное кинопроизводство и огромная аудитория. И, быть может, Гонконг, Корея, которые в той или иной степени, во всяком случае, претендуют на звание ведущих держав. Из этих стран, есть страны, которые экспортируют свою продукцию, то есть показывают в разных странах, около гонконгских кинематографистов спрашивали, есть ли у них цензура. Они говорят, нет, цензуры у нас нету, но поскольку мы работаем в реале, где есть мусульмане, где есть буддисты, где есть те, где есть дети, мы должны делать фильмы, чтобы они никого из них не шатировали. Поэтому, на самом деле, у нас очень жесткие рамки, в которых мы работаем. И какое-то количество в крупных кинопроизводящих странах своей национальной продукции. Но вы рисуете какую-то совершенно картину какого-то такого тоталитаризма киношного. Вообще я потрясен этой цифрой 200 фильмов. Представьте, что сейчас в мире в основном в массовом прокате, не прокате, а в массовом чтении, скажем, 200 книг. Люди читают 200 книг. Такая централизация, это плод недавнего времени. Это произошло за 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого века, когда Голливуд из центра американской кинопромышленности по преимуществу американской культуры превратился в транснациональный центр, который стал работать на весь мир. Изменился характер фильмов, на периферию отошли, собственно, американские темы, потому что американская культура стала маргинальной по отношению к Голливуду. И они как бы потеряли в какой-то степени свое ведущее положение с конца 50-х годов по конец 60-х. В конце 60-х началось возрождение, там Спилберг, Коппола, Лукас. И потом пришло продюсерское кино с фильмами «Катастроф», которое захватило не только то, что раньше не контролировали, но еще в 10 раз больше. В результате, поскольку в мире делается 6 тысяч игровых полнометражных фильмов в год, я не говорю про остальные, огромное количество интересных картин осталось за пределами вот этого пространства. И для этих картин стали размножаться фестивали, чтобы были места, где можно было их показывать, где их могли смотреть люди, которых интересует кино как искусство, а не только кино как зрелище. Хотя, с моей точки зрения, зрелище тоже является искусством, то есть особым, со своими законами, со своими этими. И поэтому фестивалей сейчас так много. То есть это некая альтернатива мейнстриму, которую мы видим в афишах кинотеатров. Вы говорите «продюсерское кино». Мне кажется, здесь одна из ключевых проблем вообще современной культуры. То же самое «продюсерский театр». Я думаю, сейчас уже и продюсерские романы пишутся, некие франшизы берутся. На московском фестивале вообще нет такового продюсерского кино. Это все авторское. Почему? Дело в том, что все кино продюсерское, все кино авторское. У каждого фильма есть продюсер, у каждого фильма есть автор, и каждый фильм находится в жанровом пространстве. Поэтому, когда мне говорят, вот это жанровое кино, а это авторское кино, я несколько вздрадиваю и говорю тоже. У этого жанрового кино есть автор, ну, как у Бахтина, как принцип, которому надо следовать. Это не значит, что это одна конкретная фигура. Вот. Но это что-то, как авторское начало, присутствует в том числе и в самых жанровых фильмах. Другое дело, что автор может быть продюсером, как в случае Джорджа Лукаса, или автор может быть режиссером, а может быть не режиссером, а актером. Вот. Поэтому здесь ситуация значительно более сложная, чем кажется на первый взгляд. Но главное то, что это кино ориентировано на определенного рода массового зрителя, который еще ходит в кинотеатры, обладает достаточными средствами для того, чтобы купить билеты. А Москва на фоне вот этого мирового фестивального рынка котируется. Но это не первая тройка, да? Это вторая пятерка. Вторая пятерка. Первая тройка – это Канн, и Берлин – Венеция. Причем Берлин потеплохоньку теряет свой вес. Я шутку говорю, что я бы хотел, чтобы Москва могла бы занять место Берлина вот в этой тройке. А сейчас Москва в следующей пятерке. Это с кем? Сан-Себастьян? Сан-Себастьян, Карловы Вары, Монреаль, значит, Лакарна, и… Санденс. Нет. Санденс – это другой тип фестиваля. Это альтернатива. Мы сейчас берем фестивали, как называемого класса А, это фестивали по классификации Международной Федерации Ассоциаций Кинопродюсеров, которые имеют общий конкурс без специализации. И это 14 фестивалей, это очень жесткий список. Наряду с ними есть фестивали, в которых есть специализированный конкурс, конкурс первых фильмов, у которых вообще нет конкурса, или конкурса национального кино, которые по весу могут быть сильнее, чем фестивали класса А. По-моему, по моей внутренней иерархии, второй фестиваль после Каннского, это вовсе не Венеция и Берлин, это фестиваль Торонто. Потому что Торонто занимается как ворота на американский рынок, все туда едут, все готовы давать свои фильмы. Вот. И по влиятельности Торонто второй для меня, второй после Канн. Где-то тут же находится фестиваль в Роттердаме. Рядом. Но у него специализированный конкурс. Рядом фестиваль в Пусане, в Корее один из самых влиятельных в мире. То есть реальная иерархия, она не сводится вот к этой иерархии класса. А Москва ворота на какой рынок? На азиатский? Вот. Москва на самом деле это то самое понятие Евразии, которое нас преследует с легкой руки некоторых историков, теоретиков и культурологов. Вот. Первоначально предполагалось, что это вот бывшее пространство там Советского Союза. Вот. Где, к сожалению, кроме России, такого развитого кинопроизводства нету. Его нету даже на Украине, где, казалось бы, в свое время делалось много фильмов. Вообще-то, в качестве сноски, действительно, практически вот эти все традиции не остались? Грузия, фильм, литовская киностудия? В Грузии совсем сложно, потому что... Экономические части. Да, экономические, политические. Грузинские кинематографисты от бога, кинематографисты, они сейчас работают во всем мире. Но в Грузии у них плацдарма для работы нету, поэтому грузинская школа, которая была бы корнями в грузинском кино, она распалась. Хотя грузинские кинематографисты снимают фильмы в Германии, снимают фильмы во Франции, снимают фильмы тут, снимают там. Бакуридзе, например. Да, Бакурадзе у нас. Бакурадзе, да. Бакурадзе у нас, есть Ильяне во Франции, Там есть целая группа кинематографистов, которые снимают в Германии, в Израиле, в Соединенных Штатах Америки. На самом деле грузин много. В нашем кино грузинская прослойка очень значительная. И среди молодых, и среди Николая Тоннелия. В общем, Россия, Москва, это ворота в Евразию. И в том числе азиатские фильмы. В том числе какие-то азиатские фильмы. И это скорее даже не ворота, это скорее вот такой вот мост неожиданный между Европой и Азией. Как медиографический мост, так и в фестивальном движении. У нас есть фестиваль, который работает на Дальний Восток. Очень хороший фестиваль во Владивостоке. Пасифик Меридиан, Меридиана Тихого. Вот. И есть московский фестиваль, который стремится работать и на Азию, и на Европу. С преобладанием пока Европы. Хотя я старательно пытаюсь повернуть его в сторону к тем странам, до которых не доходят цепки и лапы отборщиков Канского, Берлинского, Венецианского фестиваля. А российское кино, вот как вы отбираете российское кино? Ведь это же не кинотавр, не смотр российского кино. Но вы имеете в виду, что, так сказать, это должны быть некие смотрины и лучшая наша продукция? Ну, российское кино, во-первых, в рамках фестиваля есть российская программа, которая идет в Доме кино. Там мы берем все самое интересное, что создано в течение года. Независимо от того, показывалось оно где-то, не показывалось. Что там будет? Назовите какие. Ну, там будут и конкурсные картины московского фестиваля, и огромная программа анимации, большая программа документального кино, программа короткого метра. Ну, сейчас, чтобы понять, что такое фестивальная конкуренция, была картина Хлебникова на закрытии объявлена. Он снял ее, потому что ее отобрал фестиваль в Варшаве. Это одна ночь. Всех ожидает одна ночь. Фестиваль в Варшаве отобрал эту картину. Фестиваль в Варшаве – это фестиваль класса А, так что, в принципе, ему нужна мировая премьера. Он, ну, международная премьера. Кинотавр вроде национальный фестиваль, поэтому этому не помеха. Московский фестиваль вроде бы международный. Но, с другой стороны, мы специально позиционируем российскую программу как бы за рамками фестиваля. И формально я мог бы сейчас позвонить директору фестиваля в Варшаве и сказать, что вот эта программа, у нее отдельный каталог, у нее отдельный статус, она не входит в фестивальные программы официальные, поэтому на самом деле можно ее показать. Так российский фильм-то не может получить гран-при в фестивале тогда? Нет, может. Если он в основной программе, естественно. Если он в конкурсе, он может получить гран-при. В конкурсе, естественно, да. Но тогда это должна быть мировая премьера. Тогда это должно быть показано. И если картина уже показана на кинотавре, мы ее не можем включить в конкурс и вообще в основную программу. Из этого получается... В общем, игра такая идет. Это игра по своим правилам. Официально вот эта самая продюсерская организация отменила принцип премьерности в фестивалях класса. От этого конкуренция за премьеры стала еще более жестокой. А вот у вас меня привлекло название и специальная программа «Секс, еда, культура, смерть». Это что? У меня в таком, как приходит в голову большая жратва. В маркер-ферате, да. Вот. Дело в том, что я решил в прошлом году, или в позапрошлом, когда я это придумал, решил соединить свои культурологические студии с кинематографом. И назвал ее «Секс, еда, культура, слава». Вот. «Слава» было добавлено, потому что мне нужно было, чтобы аббревиатура тоже была «Секс». Вот. Значит, ну, как бы это... В этом году я заменил «Славу» на смерть, потому что мы, я по совету своих коллег, убрал из программы программу «Третий возраст». Это картины про старшее поколение, про стариков, в том числе и про смерть, про эвтаназию. В прошлом году она была, она не очень сильно посещалась, там были очень хорошие картины. Мне сказали, ну, кто будет смотреть все это? Ну, не надо, значит, делать программу, которая заведомо обличена на маргинальное существование. Я согласился и был неправ, потому что я приехал на Каннский фестиваль и обнаружил, что конкурс Каннского фестиваля и есть программа «Третий возраст». Там большинство картин, потому что все эти картины, которые получили главные призы, как раз вот на этом. И тогда я сменил «Славу» на смерть, чтобы какие-то картины вот про это интегрировать в эту программу. И она стала образом так человеческого существования. То есть, что такое секс, еда, культура и смерть? Это вот человеческое существование в комплексе. В базовом своем, да. Да, вот. Это не значит, что в каждой картине есть все темы. Хотя, например, секс считается малой смертью. Это половой арк, считается малой смертью. Эросетанатас, да. Да, Эросетанатас. Но есть картины чисто про гастрономию. У нас есть документальная картина про гастрономию. Есть картины чисто сексуально-безумные, как картина Жанна Марка Бара «Сексуальная жизнь одной французской семьи». На самом деле она называется «Сексуальная жизнь одной семьи». Но когда ее стали экспортировать, чтобы не подумали, что в их семьях тоже творятся такие же безобразия, написали «Французской семьи». Но это и делает более привлекательным, да, это название такое. Вот, поэтому, значит, эта программа такая синтетическая, программа крайности. И мне кажется, такая программа, в общем, нужна, и интерес у зрителя она вызывает. А где она будет демонстрироваться? Вот это все киноцентр «Октябрь» в разных залах. У нас нету... Мы не можем, к сожалению, привязывать один зал к определенной программе, потому что в программу входят фильмы разного зрительского потенциала. Поэтому приходится каким-то образом варьировать и делать так, чтобы зал более или менее соответствовал той аудитории, которой придется смотреть фильмы. Хотя предугадать заранее довольно трудно. А рынок какой-то привязан к фестивалю? Прокатчики приезжают, смотрят, отбирают? Значит, у московского фестиваля сейчас появилось две деловых площадки. Ну, у нас все. У нас две премии, две академии, две организации, занимающиеся продвижением отечественного дела за рубеж. Да и тандем нами правят тоже. Вот. Если подумать, да. Вот. Поэтому, значит, и вот их задача, одна площадка «Москов Бизнес Сквер», преимущественно ориентирована на совместное производство и рынок проектов. Вторая площадка под псевдонимом «Дорс», хотя на самом деле это связано с «Диджитал Октобер», где это проходит, больше ориентирована на торговлю, на показ отечественных фильмов, на продажу. Вот. Вообще рынки, кинорынки, это вопрос концентрации. Их было больше, их становится меньше. И сейчас их можно пересчитать влиятельные кинорынки на пальцах одной руки. А вот рынки к продукции, наоборот, множатся, как грибы после дождя, потому что везде есть какие-то творческие силы, везде есть какие-то дополнительные деньги. А так, что касается рынков, это Каннский кинорынок мирового масштаба, это Берлинский кинорынок, который дает сейчас силу Берлинскому фестивалю уже, вот, это Европейский кинорынок, это два азиатских кинорынка, очень влиятельных, это кинорынок в Пусане и кинорынок в Гонконге, третий кинорынок при фестивале в Токио работает значительно менее успешно, и умирающий американский кинорынок. Ну, в какой степени кинорынок умирает или не умирает, и что такое продюсерское кино, что такое прокатчики, поговорим после небольшой паузы. И снова добрый вечер, это программа «Археология». Говорим сегодня о кризисе современного кино с киноведом Кириллом Разлоговым, который является также программным директором ныне идущего в эти дни в Москве 34-го международного кинофестиваля. Кирилл Эмильевич, ну вот вы действительно такую цифру упомянули, которая меня впечатлила. В мире в большом прокате идет где-то 200 фильмов. И меня это, конечно, удручает. Я вот с каждым годом вспоминаю там смотрение свое 20 лет назад, когда я ходил в кино и сейчас. Я открываю, скажем, сайт, где фильмы, и я вижу, что идет десяток фильмов, идет там, типа, в 60 кинотеатрах. Один и тот же фильм, там, сплошняком, просто такой сплошной чос. И где-то только внизу этого списка идут одинокие сеансы, там, где-нибудь в воскресенье 23.20, где-нибудь в Пионере или Ролайн, такое нормальное кино. Так вот я хочу сказать, что мы... Вопрос в том, какое кино нормальное. Ну, то, что, да, то, что мне хотелось бы посмотреть, да. Вот, я хочу сказать, мы что, живем в таком уже диктатуре прокатчика, диктатура рынка. Вот, в кинотеатральном показе, конечно, диктатура рынка. Вот, она немножко меняется при рассмотрении телевидения. Не будем забывать, что кино в современном мире ведь смотрят в основном в интернете, вот, а только какая-то небольшая часть зрителей смотрит его в кинотеатрах, сохраняя одновременно весь ритуал, связанный с походом в кинотеатр, изоляцию в темном зале, большой экран, большое качество изображения. А сколько, какой объем? Я считал, что уже гораздо, ну, не гораздо больше, больше миллиарда долларов российский бокс-офис. Вот, да, приблизительно так, но бокс-офис кинотеатральный. Кинотеатральный, да? Да, 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 я имею в виду кинотеатральный. Дело, что парадокс состоит в том, что доходы как раз идут в России, во всем в основном, от кинотеатров, в то время как в мире тот же голливудский кинематограф уже большую часть денег получает не от кинотеатрального проката, а от всех параллельных форм распространения телевидения. То есть от ДВД, права. Да, да, права, франшизы. Сувенирная продукция. Да, вот, поэтому... Ну, вот это интересно. То есть мы по старинке ходим в кино. Но вы знаете, опять-таки, поход в кино в последнее время, как-то за исключением, опять-таки, отдельных московских кинотеатров, да, в основном очень удручающее впечатление производит. Какое-то, какой-то такой мегамол, какое-то ощущение какого-то супермаркета, фастфуда, какие-то игровые автоматы, попкорн, теплое пиво. Люди приходят и уходят. Игровые автоматы спасли наш прокат в свое время, поэтому не стал бросать в них камень. Сейчас они запрещены. Но две вещи. Наш прокат после кризиса и провала, который был в 90-е годы, спасли две вещи. Многие мои коллеги, особенно руководители нашей культуры, со мной, наверное, не согласятся. Но, тем не менее, спас Голливуд. Первое возрождение отечественного проката был показ фильма «Титаник» в Калининграде. Для чего специально привезли кинотеатр современного качества. А потом пошло... И это было показано по первому каналу телевидения, и кино опять стало пристойным. Потому что до этого ходить в кинотеатр и приглашать до кого-то... В 90-е, да. Было просто неприлично. Вот. И голливудские картины под предлогом того, фирмы под предлогом того, что якобы мы продемонстрировали стремление бороться с пиратством, потому что никто с пиратством не боролся, и пиратство по-прежнему существовало. Они поэтому ушли с рынка в свое время. Вот. И второе, что как бы способствовало спасению кинотеатрального рынка, это игровые автоматы, особенно в Москве. То есть кинотеатры стали возрождаться, потому что был гарантированный доход от игровых автоматов. А кино при этом засматривалось как некоторое приложение, как предлог для того, чтобы взять эту территорию и поставить там автоматы. А потом оказалось, что кино и есть главная привлекательность. Ну, да. Но все равно как-то вот поход в кино... Очень часто у меня такое ощущение, что люди приходят в кино просто поржать, посмеяться. Приходят и уходят. Все тут же сидят, мерцают эти экранчики мобильных телефонов. Вот это вот ощущение изоляции, ощущение этой магии, конечно, оно в большой степени пропало. Но, вы знаете, больше я хочу, конечно, здесь не о качестве публики говорить, а, ну, не знаю, о качестве кино, собственно. Ведь, ну, не знаю, тот же кинотеатр «Октябрь», где сейчас уйдет у вас фестивальные показы. Я мимо него езжу много лет. Это мой, так сказать, один из основных маршрут на работе. Я смотрю на афиши, вы знаете, ну, ни разу не возникало желания пойти на что-либо из российского. Какие-то бесплесконечные трансформеры, лучшие фильмы там, не знаю, «Елки» и еще что-то. То есть вот это вот качество массового нашего кино, оно, мне кажется, год от года как-то все ухудшается. Вот, оно становится другим. Я бы не сказал, что оно уж так ухудшается, потому что, например, «Дозоры» и вообще, как бы, фильмы Бекмамбетова, вот я, сейчас мы показываем картину Бекмамбетова как бы в рамках открытия фестиваля, показали ее, она вышла в прокат. Это фильмы высокого качества, зрительские картины, как правило, высокого качества. О какой вы сейчас говорите, о картине? Вот, я веду о картине «Президент Линкольн», «Охотник на вампиров». Это американская картина, она снята, я бы даже не сказал российским режиссером, снята советским режиссером, там, родившимся в Казахстане, жившим в Узбекистане, путешествующим, бывшим художником-экспериментатором с одной стороны, там, делавшим инсталляции, а с другой стороны, ставившим массовое кино. То есть, вот такой настоящий современный художник, транснациональный, транскультурный, трансхудожественный, который вписался в это и сделал вот картины вполне достойные. Есть картины абсолютно халтурные, которые делаются на том, что популярные серии на телевизионные персонажи, они вытаскиваются в кино, вот, и, значит, дает то зрелище, к которому зрители привыкли на телевидении. А насколько ходят люди на это кино вообще? Насколько оправдываются в прокате вот такие картины, российские в частности? Ну, из российских картин оправдываются, ну, что оправдывается в прокате, это тоже еще длинная история. Из 10 голливудских картин 9 не окупаются, и только одна окупается, хотя там цифры совершенно другие. Вот. У нас считается, что в год у нас окупаются, благодаря кинотеатральному прокату, где-то картин 5, 7, может быть, 10. И в это входят, как правило, самые доходные картины. Что это такое? Это дешевая картина, которую собирают много зрителей. Если картина дорогая, у нее потрачено много денег, то она может собрать много зрителей, но не окупится никогда, потому что в нее вложены большие средства. Отсюда, и идея, чтобы картина была качественной и зрелищной, очень большие средства иногда необходимы. Не для всех фильмов. Вот. Поэтому здесь что смотрят? Смотрят комедии, потому что потребность в развлечении, ну, вообще вся культура 20, начиная с 20 века, из познавательной стала преимущественно развлекательной. Развлечение стало главным вектором развития культуры. И когда американцы говорят развлечение, европейцы говорят культура. На самом деле, вот центром, раньше центром культуры был процесс познания, как требовали просветители. А с начала 20 века, там есть сложные культурологические причины, но этим центром, этим главным вектором стало развлечение. Ну, вот это да. Это, пожалуй, я пытаюсь сформулировать свою как бы претензию современному кино, такому большому, массовому. Я вижу, что оно все придумано. То есть люди идут непрерывно смотреть каких-то вот вампиров, трансформеров, охотников за привидениями, какое-то, я не знаю, там чудовище, которое куда-то залезает. То есть это... Это воображение при помощи воображения. Это как бы тренировка воображения. Вторичное уже, то есть кино вообще, да, это как бы вымышленная, да, такая история, но тут уже вымысел от вымысла идется. То есть, знаешь, вторичные деривативы вот на рынке финансовом, вот, то есть степень виртуализации вот этого мира, который создает кино, он, по-моему, становится все больше год от года. Это вот как дети уткнулись в свои какие-то Angry Birds или какие-нибудь там игрушки. Вот то же самое, кино превратилось в какой-то такой девайс, который, да, людям дает вот эти вот какие-то вампиры, трансформеры, если уже в фильме там не появится какой-нибудь, я не знаю, ужас какой-нибудь. И к чему, вот я говорю, претензию? Нету социального совершенно компонента, нету какого-то... Ну, опять-таки, в этом кинематографе... О жизни. Оно не говорит о жизни. Вот, есть. Оно говорит о жизни, но оно говорит, как правило, тогда в локальном масштабе, не транснациональном. Потому что найти жизненную проблему, которая была бы интересна во всех странах мира, достаточно сложно, в отличие от вампиров, оборотней и вселенских катастроф. Хорошо. В национальном прокате возможно ли успех картины о жизни, да, социальной? В нашем сложно, потому что у нас, видимо, усталость очень большая у людей. Ну, во-первых, ходят кинотеатры в основном подростки. Главные зрители кинотеатра сейчас от 13 до 18 лет. Подросткам нужны... Ну, подростковая литература была литературой приключенческой. Ну, читали мы Александра Дюма там, я не знаю, или Жюля Верна. Вот. И сейчас все кино стало помесью Александра Дюма и Жюля Верна. Только на новом этапе. То есть, некая проекция подросткового сознания. Вот вы сейчас говорите, вот да, вот то, что я пытаюсь понять, что меня не устраивает в рекламах фильмов, которые я проезжаю по Москве, то есть, это действительно некая проекция подросткового сознания. Да, потому что эти люди ходят в кино и платят деньги, а люди старших возрастов ходят на фестиваль. Вот. Они там могут найти фильмы про искусство, про жизнь, про сложные проблемы, про философию. И, с другой стороны, эксперимент, художественный эксперимент, эксперимент с пространством, временем, эксперимент с тем, что... Вот я и говорю, что фестивали размножаются именно потому, что огромное количество, большое количество интересных фильмов. Их тоже не тысячи. То есть, вот в фестивальном круге вот есть картины, которые идут почти по всем фестивалям мира. Ну, вот у нас была картина, там Марина Разбежкина получила приз. Вот. И она прошла там по 80 фестивалям. Если... Это какой... Это картина... У меня уже старший маразм, потому что я начинаю забывать название фильма. Прошу. Нет, это Германика снимала, девочки, девочки. Вот, да, да. Германика снимала, девочки. А у Марина Разбежкина была картина про 50-е годы что-то с жатвой связанное. Вот. И она прошла по многим фестивалям. И вот когда вы спросили, а какие картины отбираются на фестиваль, в отличие от национального фестиваля, мы все-таки стараемся в конкурс Московского фестиваля, ну, спецпоказы немножко по-другому, выбрать картины, которые потенциально имеют шанс войти в мировое кино вот через вот эти самые фестивальные пути. Если после Московского фестиваля картина была показана на 70 фестивалях, это огромный успех. Даже если в прокате у нас ее мало кто смотрел, никакая страна особо не купила. А есть такие истории успеха, вот что наш фильм... Конечно. К примеру, какие наши фильмы? Ну, в принципе, если вот вспоминать, что, значит, Московский фестиваль делал в последнее время, ну, вот Шабитошоу, которое стало сенсацией внутри страны, вот, уже попало в Роттердам, с Роттердама пошло по другим фестивалям, не 70 фестивалей, потому что это большая картина, 4 часа, это очень много. Есть, но ездит по фестивалям, но... Ездит по фестивалям. Но прокат вряд ли, или поможет попасть в прокат западный? Ну, может попасть в прокат очень маргинально. Вот. Значит, Орда, которая показывает в конкурсе Московского фестиваля этого года, у нее есть уже мировой прокатчик. Вот. Очень такая серьезная компания Ризо, там руководитель, бывший сотрудник французского посольства в Москве, хорошо знающий русский язык, поэтому он ориентируется. Он прокатывал Адмирала, он сейчас вот прокатывал картину Ангелины Никоновой. Значит... А в мире был прокат Адмирала? Да, в мире был прокат Адмирала, но все равно в Европе. Он тоже не какой-то головокружительный. Самый крупный прокат был как раз у Дозоров, потому что это была очень большая надежда Первого канала в свое время, потому что было стремление... У всех работающих в таком кино есть стремление стать Голливудом. Вот. И была идея сделать там совместную картину, продать идею с американцем. Но картина, хотя она прошла, была выпущена американским менеджером 20-м вековым Фоксом, но тем подразделением, которое занимается Адхаусом, то есть Фокс Сэрчлайт. Вот. Она прошла по многим странам мира, но в конечном итоге она лишь купила расходы, которые фирма сделала для того, чтобы ее выпустить. А вот скажем наши другие фестивальные крупные успехи, ну даже Елена вот сейчас Загинцева, как она прошла в мировом прокате? Ее купили многие страны, вот, ну она прошла скромно, как положено отхазной картине локального значения. То есть ее смотрели люди, заинтересованные кино как искусством, а не кино как развлечением. Ее не смотрели подростки, но есть страны, в которых взрослая часть населения все-таки немножко ходит в кино. Когда у меня были приятели там профессора из Канады, я в 90-е годы говорил, что вот они год они уехали в Париж, мы три раза в неделю ходим в кино. Парижский лучший прокат в мире. И когда я говорил своим друзьям, тоже интеллигентам и профессорам, они смотрели на меня как сумасшедшим. Они с ума сошли. Кто вообще ходит в кино? Вот. Так что здесь ситуации бывают очень разные. Но фестивальные успехи у нас в год бывает приблизительно 5-6 фильмов, которые попадают вот в этот фестивальный контекст. Выстреливают. Да, выстреливают. И также 2-3-5-6 картин, которые собирают внутри страны достаточно денег, чтобы купить картину. Голливудские картины с их бюджетом могут окупиться, конечно, только в мировом прокате. И отсюда есть некоторые парадоксы, которые меня очень забавляют, потому что люди очень часто любят считать. вот. Если мы возьмем, например, картины военной тематики по Вторую мировую войну, с 91-го года ни одна картина военной тематики не собрала больше 10 миллионов долларов. Когда вышла первая картина «Утомленный солнцем» Михалкова, был грандиозный крик, провал, безобразие. Какие? Уже новые «Утомленный солнцем»? Да, новые «Утомленный солнцем 2». Первый фильм из «Утомленный солнцем 2», который собрал нам около 8 миллионов где-то долларов. То есть почти максимум, почти потолок для фильмов этого рода. Другое дело, что какой-нибудь сумасшедший мог считать, что он соберет 50 и 60. Но это был не человек, который знает, как это работать. Потому что самой кассовой картины была картина «Сволочи» этой тематики. Вот. И «Гитлер-капут», которым вряд ли можно гордиться. Вот. Поэтому и когда мы... А когда говорили, ну, у него же такой бюджет, а он собрал только сколько-то. Столько-то. Мы посмотрели картины военной тематики американские, у которых бюджет был не меньше, чем у Михалкова, а больше. И он в нашем прокате. Они собирали по 3 миллиона долларов. Меньше. По 4 миллиона долларов. просто раскрутки фильмы, что люди привычно идут на Михалкова, чтобы он не снял... Они думали, что эффект раскрутки на самом деле... Думали, что это даст вот такой вот эффект. На самом деле, ну, там еще была глупость с рекламным лозунгом, там много чего было. Но говорить о том, что картина провалилась в прокате... А, великое кино про великую войну. Да. Вот. Говорить о том, что картина провалилась в прокате просто неграмотно, потому что она почти самая кассовая картина военной тематики за 25 лет истории советского кино в советском прокате. Но это, по-моему, не размягчило мнение кинокритиков по поводу этого. Нет, нет. Но это как раз тот случай, когда, если ты смотришь на факты определенным образом их... Так ты можешь объявить все что угодно. Большой победой или большим поражением это нет. Ну, то есть прокат и как бы фестивальная, авторская точка зрения, они очень часто расходятся. Они не просто часто расходятся. Они, в принципе, существуют как взаимодополнительные. В разных измерениях. Другое дело, что фестивали вынуждены так или иначе учитывать вот это прокатное кино. И, скажем, один из скандалов последнего Каннского фестиваля стоял в том, что там в конкурс включили 7 американских картин, американских жанров, но не транснациональных, а именно американских по характеру конфликтов. И ни одна из ими картин ничего не получила, потому что они были восприняты с жюри как не искусство, как что-то такое вот предсключенческое. Хотя, на самом деле, среди них были вполне достойные произведения. А у нас, вот вы уже сказали эту цифру 5-6. Как вы оцениваете, сколько производится в год в России качественного авторского кино? Вот, я думаю, в пределах 10 фильмов. Как в советское время, так и сейчас. Им все сложнее находить финансирование, а не с государственным финансированием, с копродукцией? Вот. Им сложно находить финансирование, но не сказал бы, что сложнее. Во-первых, кинопроизводство дешевеет, если ты хочешь поставить как бы локальную картину. Во-вторых, государство сейчас вкладывает очень много денег. Другое дело, что он не очень понимает, что, кому, как, зачем, почему, значит, начинает требовать вещи, которые требовать невозможно. И здесь есть свои сложности, о которых можно говорить довольно долго. Но денег становится больше, государство вкладывает больше. Частный капитал в силу экономического кризиса во многом ушел из кино. Такая гламурность кино. Давали большие деньги, чтобы моя любовница снялась в главной роли. Это было в Америке в свое время, было в Европе, везде это было, у нас это было в какой-то период. Сейчас это ушло. Вкладывать деньги в кино для того, чтобы получить прибыль в стране, которая живет на нефти, это бессмысленно. Никакая прибыль от кино даже близко не будет сопоставима с тем, что ты получаешь просто присосавшись к трубе. То есть кино это просто такое имиджевое составляющее? Да, это имиджевое составляющее, которое, значит, живет вполне нормально. А благодаря экономическому кризису и уходу частного капитала из кино заинтересовались продюсеры совместным производством отсюда. Потому что первое время интерес был значительно меньше. Ну что ж, о том, как вообще шире проблема кино реализуется в 21 веке, что такое кино в эпоху цифры, что такое кино в эпоху без кинотеатров, кино без зала. Поговорим после паузы. Добрый вечер, программа «Археология». У нас сегодня в гостях Кирилл Эмильевич Разлогов, киновед, культуролог, программный директор Московского кинофестиваля. Говорим мы о фестивалях, о прокате и шире о судьбе кино в современном мире. И вот об этом бы именно и хотелось в третьей заключительной части нашей передачи поговорить о мировое кино. Вы знаете, ну я не знаю, многие, по-моему, на Западе говорят о каком-то кризисе кино, тот же Кэмерон, Спилберг, что в Голливуде успешные только миллиардные франшизы, там Гарри Поттер, Человек-паук, что очень сложно создавать какие-то новые вещи. Принципиально рынок принципиально изменил структуру функционирования кино и необходимость вот этого глобального проката и то, что люди ожидают вот этих больших спецэффектов, больших вложений, которые опять-таки создаются некий порочный круг денег. Ну, это вот только часть процесса, вот эти те самые 200 фильмов, о которых я сказал. Кроме того, в фестивальном кругу еще там около тысячи фильмов вращается так или иначе, а делается 6 тысяч фильмов, 5 тысяч фильмов нигде особо не вращается. Вот. К искусству имеют отношение вот эти центральные 200 плюс вот это тысяча. Вот. И по этому поводу можно спорить. Хорошее тяну, плохое тяну, куда движется искусство. А что касается технической революции, так оно в первую очередь привело к тому, что кино стали смотреть значительно больше, чем раньше. Но другими средствами все мои студенты смотрят кино в интернете, либо онлайн, либо скачивают с интернета. Денег за это продюсеры не получают и не из того борются, чтобы им что-то хотя бы перепадало. Дивидиры у нас в стране уже как бы дышат на ладан, мир, он еще существует, вот такое кино, как книга, кино, которое покупается. У нас за счет пиратства, да? За счет пиратства. Дивиди слабо. Да, да, вот. Значит, поэтому с этой точки зрения как бы зрителей становится больше, кино смотрится больше. Подождите, ведь ничего при этом не теряется. Сколько, скажем, здесь у нас в этой студии мы вели дискуссии относительно будущего книги о том, что происходит, когда мы теряем аналоговое тело книги. Так говоря, о кино, что происходит, когда мы теряем тело кино, да, вот эту вот магию пленки, кинопленки, когда уходит... Пленки уже нет практически. Да. Вот, теперь все в цифре, цифра хорошо, с удовольствием, имитирует кинопленку и не... если не считать легкого мерцания серебра, который видит очень-очень утонченный глаз, но это точно так же, но не хватает в живописи кракелюр. Вот, если современный художник пишет кракелюра, появится через 200 лет. А мы привыкли, что великое произведение, оно всегда с кракелюрами, поскольку мы уже 200, 300, 400, 500 лет прошло. Это вопрос психологии восприятия. Что останется из того, что сегодня делается в кино, сказать очень трудно. Мы ни разу практически, если мы смотрим искусствоведов, литературоведов, современников и выясняем, что они ценили, как правило, это очень часто расходится к тем, что начинают ценить следующие поколения. Вот, поэтому здесь, хотя мы все делаем прогнозы, но один прогноз можно сделать точно, что вообще истории, рассказанные с помощью движущегося изображения, множатся, и становится все больше. Они охватывают не только кино, но и телевидение. Главная мутация современного мира вот в рассказах, это повышение престижа сериального производства и сериалов, которые становятся по качеству равные фильму. Началось это с Твин Пикса. Вот, есть, как бы, опять-таки, капля в море по сравнению со всем барахлом сериальным, который на нас вываливается, но тем не менее, сегодня можно сказать, что вполне, вот у Гай Германики что более престижно, ее сериалы или ее игровые фильмы. Я думаю, что это в принципе на равном сопоставимое. А вообще, кстати, вот говоря о сериалах, сильный отток, скажем, актерских сил, режиссерских, операторских сил на сериалы? Вот, естественно, потому что сериалы это гарантированная оплата, это гарантированная работа на длительный срок. Вот, другое дело, что многим это воспринимается как халтура, серьезно, так как работать над этим сложно. Есть каналы, которые рассматривают сериалы всерьез, и тогда на них тратят много денег. Есть каналы, которые рассматривают это не всерьез, но общий уровень, это котел, в котором варится профессия, общий уровень при этом растет. В общем, сериализация кино это одно из направлений 21 века. Вот, сериализация кино, опять-таки появление франшиз, которые, вот все эти истории с продолжением, от этого опять-таки никуда не уйдешь. А с другой стороны есть диаметрально противоположные тенденции, тенденции, диверсификации, разнообразия, возможности создания локальных фильмов для локальных культур, популярность такой формы, как аудиовизуальная антропология, то есть разного рода как бы исследовательские проекты связаны. Фиксация практик каких-то. Да, связанные с кино. То есть на самом деле это две вещи, которые взаимодополняют друг друга, так же, как тенденция глобализации имеет в качестве противовеса тенденцию к диверсификации. Субкультур становится все больше и больше. Но при этом, мне кажется, не знаю, возвращаясь к вопросу магии кино, хорошо, исчезновение пленки пускай люди практически не заметят. Но исчезновение, я не знаю, магии все-таки кинозал, кино без зала. А залы не исчезают как раз. Залов становится все больше. Только залы становятся цифровыми. Ну, хорошо, но все-таки когда люди больше стрекеров скачивают, когда больше кино в интернете, на айпадах, в индивидуальных просмотрах, вот смотришь, сейчас метро едут, все со своими гаджетами сидят, какие-то фильмы. Потому что мне все-таки кажется, что пропадает вот эта вот мерцающая магия экрана, интимный опыт коллективного переживания в кино, даже эротический опыт, да, потому что сколько, скажем, эротических любовных историй начинается в кинотеатрах, потому что кино это... И сейчас начинается, не волнуйтесь. Да. С этим как раз все... И тогда даже кончается в кинотеатрах. Вот. Поэтому, да, все больше людей смотрят так, но это не значит, что все меньше людей ходят в кинотеатры. Ну, загадка, ну, не знаю, опять-таки, информационное общество, понимаете, появляются все эти трейлеры, спойлеры. Очень часто люди приходят в кино уже заранее, зная, какой будет поворот сюжета, какой, так сказать, чем все закончится. Нет вот этого вот саспенса, то, что там, я не знаю, в эпохе классического кино, 30-е, 40-е, 50-е. Ну, во-первых, в подростковый период всегда люди предпочитали читать по тысячу раз одну и ту же книгу, чем читать новые книги. Это правда. Вот. Поэтому это опять-таки связь с психологией того массового зрителя, который остается верным кинотеатрам, для которого поход в кино опять-таки уникальный опыт. Кроме того, в кино появился элемент религиозности. Я вот недавно брал, ну, он был с самого начала, но это кинотеатры заменили храмы в известной мере. Вот. Я брал интервью у президента Каннского фестиваля Жилия Жакоба. Он говорит, ну, вот все, что на Каннском фестивале есть, должно быть одно место в мире, где ты можешь сесть в удобное кресло и на самом большом экране посмотреть самое лучшее изображение. А тут дальше есть еще лестница, по которой ты поднимаешься прямо как на небо. Есть как бы вот огромное количество ритуалов, которые превращают вот этот кинематографический опыт повседневного общения с кинотеатром, еще преумножая его и превращая в опыт фестивальный, как большого зрелища. Вот как бы несмотря на то, что в этом году была это самая из-за того, что Пушкинские отдали музыкальной комедии, значит, открытие фестиваля было в киноцентре «Октябрь», все равно нужна была дорожка, все равно нужен был ритуал для того, чтобы это как бы вот это кинематографическое переживание превратить в ритуал. И ритуализация похода в кино, она во многом она проходит и через кафе, и через попкорн, через вещи, которые нам с вами может быть неприятны, но которые тоже часть этого ритуала. У меня есть молодые люди, которые не мыслят себе кином без попкорна. Часть вот этого. Вот, поэтому... Ну, как причастие. То есть, собственно, да, софт-дринк какой-то и попкорн, когда, извините за сравнение, хлеб и вино в этих храмах. Конечно. Поэтому здесь я как раз не боюсь за будущее кинотеатра, потому что они сейчас станут в большинстве цифровыми, уже становятся цифровыми, это значит, что их можно будет строить в небольших городах, куда большие кинотеатры слишком дорогостоящие с пленкой не попадают. Есть даже государственная программа с этим связана. Единственное, что я боюсь, что как бы, как все наши государственные программы, она превратится в некое такое бюджетное мероприятие. Вот. Но она разумна именно потому, что если программа, я не знаю, связанная с квотами безумна, то программа строительства цифровых кинотеатров, она вполне разумна, правильна, и в условиях нашей страны и многих других стран с небольшими городами это вполне работающая система. И останется темный зал, останутся кресла, останется, как бы, соседка, все останется. А 3D, как вы рассматриваете, здесь есть некое, так сказать, дальнейшее? Или, ну, особенно я уж не говорю, какие-то такие странные вещи есть, типа 4D, когда там запахи предлагаются генерировать в какой-то момент. Кресло дрожат. Не знаю, мой личный опыт зрителя, там, Пину, Вима Вендерса, я смотрел, еще какие-то вещи меня немножко настораживают такие. Мне кажется, это несколько такой неправильный путь, путь эффектов. Это дальше идти по дороге спецэффектов, туда ли это нас приведет? Ну, дело в том, что я-то рассматриваю историю с 3D как историю звукового кино. Когда звук пришел, все крупные кинематографисты были против. Нельзя применять ни одного из тех элементов выразительности, которые мы так хорошо развили. Вот. И тем не менее, за там 7 лет все кинотеатры стали звуковыми. Та же система Долби пришла. Вот. Но надо было к ней привыкнуть. Мы переоборудовали кинотеатры и выяснилось, что без вот этого стереозвука сложного, вот, уже кино как-то не воспринимается. Вот. То же самое произойдет с этим. И вот как раз вы говорили о Кэмероне, вот придуманная, значит, Кэмероном и его компанией система, так называемого, 5D, то есть операторская работа, когда фильм одновременно снимается и в стереоварианте, и в обычном плоскостном варианте. То есть работа оператора не меняется при этом. Если как бы это будет внедрено, а это будет внедрено наверняка, потому что это очень удобно, все фильмы будут формально демонстрироваться и в том, и в другом варианте. И будут смотреть их и так, и так. Со временем все кинотеатры будут, сейчас все кинотеатры системы Долби, точно так же все кинотеатры будут 3D. Другое дело, что это 3D может быть несущественным. Точно так же все фильмы стали цветными, ну и цвет перестал замечаться как самостоятельный выразительный элемент, кроме некоторых как бы специальных эффектов. Точно так же 3D не будет восприниматься как некая дополнительная аттракцион и будет восприниматься как норма. И будут отдельные люди, которые будут превращать это в специальное выразительное средство. То есть я думаю, что это превратится, я могу ошибиться, потому что в свое время это не превратилось в новую норму, но просто не созрело еще, технологически не созрело. Сейчас это превращается в новую норму и как бы будут сниматься фильмы и такие сики, а скорее всего будут сниматься одновременно фильмы и плоскостные, и стерео. Вот. И демонстрироваться в том или ином варианте в зависимости от династии. А зритель перестанет это замечать. Вот вы здесь упомянули приход звука в кино, да, и немое кино. Здесь, конечно, упоминается такое одно из открытий прошлого года артиста Хазанавича сам. И вот мне приходит, пришло в голову, что мне в основном понравилось. Ну, немножко мне концовка этого фильма показалась смазанной. То есть, так скажем, первая часть этого фильма я с открытым ртом сидел и наслаждался этим. Дальше, мне кажется, он в какой-то такой голливудский мейнстрим сполз и в такую мелодраму очень не самую лучшую. Но, тем не менее, мне кажется, здесь... И сполз и не было сенсации. Ага, может. Вот так, да? Ну да, потому что за счет этого ему удалось пробиться в широкие круги и стать фактом артхауса. Да, согласен. Но не намечен ли здесь тоже некий опыт интимизации кино? Обратное, может быть, тому, о чем вы говорите, вот этому вот большому мегапродукциям 3D, большой долбий звук. То есть, что может быть... Ну, вот как опять-таки сравнить с книгами, мы говорим. То есть, да, с одной стороны, огромная эпоха цифровая приходит, люди читают электронные газеты, электронные книги. А с другой стороны, есть некое элитное потребление для определенной простойки людей, которым до сих пор нужны бумажные книги. Не будет ли то же самое с кино, что вот какое-то появится черно-белое производство, немое кино, как с артистом, пленочное кино? Оно есть. Насчет пленочного не знаю, потому что сейчас цифры все имитируют довольно хорошо. Сейчас происходит конвергенция всех способов задействия звукоизображения на базе цифры, которая внутри себя уже дифференцируется и дает возможность работать в том или ином жанре. Это тоже один из парадоксов. Но я думаю, что, опять-таки, как я говорил про мейнстрим арт-хаус, как взаимодополнительные вещи, вот эта вот интимизация и глобализация, они тоже взаимодополнительные вещи. Но интимно ты смотришь фильм в другом варианте, в другой связке. Но есть ведь еще один парадокс, раз вы уже назвали артиста. Тот же Хазарявич, выступая на такой сходке фестивальных деятелей в Париже, говорил, что на самом деле есть два фильма-артиста. Первый фильм маленький арт-хаусный французский фильм, показан на Ленинградском фестивале, где он получил скромный приз за лучшее исполнение роли. А потом он знал транснациональной сенсации, которую уже воспринимается не как французский, а как американский фильм, как голливудский. Я хотел показать ее на одном собрании высокоинтеллектуальных наших академиков, и они мне сказали, не надо американских картин, не надо артиста показывать. Я говорю, какой артист американской картины? Артист французской картины, до мозга костей французская, вся построенная на этом, но она уже воспринимается не как американская, а как транснациональная, как голливудская, как наши дозоры, если бы они проникли вот в этот самый транснациональный мир. и это то, что он сказал, что это две разных картины, он очень точный, он как человек, проживший все это от создания фильма до Оскара, он действительно почувствовал, что это две разных картины, два разных мира, и картина прошла через одно и прошла через другое совершенно по-разному. Ну да, два мира, два шапира. Кирилл Емельевич, а вы смотрите еще помимо кино новые жанры, вот эти вот такие фронтирные, пограничные, компьютерное искусство, компьютерная анимация, видеоарт? Видеоарт, безусловно, в свое время делал телевизионный цикл от киноавангарда к видеоарту, и тут очень как бы углублялся в этом. Кроме того, у нас в фестивале есть раздел медиафорум, который как раз именно этому и посвящен. Есть книги, которые мы издаем, этому посвященные. Ну, скажем, компьютерные. Что я думаю, у нас здесь была дискуссия не так давно относительно поколения визуалов. Вот с Гасаном Гусейновым, с Виталием Куриным мы говорили о том, что эпоха текстуальности, особенно для России это важно, эпоха логоцентризма сменяется эпохой визуальности. И приходит некое новое поколение, которое, ну, я не знаю, привыкли видеть там, не знаю, мигающие вот эти гиф где-нибудь там на сайте у Пячка. Вот. Или совершенно вот в свое время такой манифест визуалов был на Open Space, привязанный к знаменитому мультфильму Дэвида О'Рейли «Внешний мир». То есть вот такие вот компьютерные вещи. Вот это насколько меняет картину общую существование кино? Или это останется где-то на периферии? Нет, но кино возникло как явление именно экранной культуры и визуальной культуры. Кино и поломало господство литературоцентризма, и с него все началось. Дальше уже пошло телевидение, компьютеры и так далее. Это одно и то же движение. И в этом движении естественно роль кинематографа определяющая. Поэтому да, он будет осваивать все эти вот новые гаджеты, новые вещи. Какие-то на периферии, какие-то за своими пределами, а какие-то внутри него. Потому что первая картина по видеоигре появилась в середине 90-х годов. А видеоигры распространились со второй половины 80-х. Потому что на самом деле даты это не даты изобретения, а даты, когда что-то становится достоянием культурного слоя. По меньшей мере. Поэтому здесь кино сформируется все время. Оно все время говорит с молодыми зрителями на неком современном языке, который абсолютно чужд, скажем, почему есть такой разлад между пионерами и академиками. Потому что не может 60-летний критик любить те же самые фильмы, которые любит 13-летний зритель. Это невозможно. Поэтому для критиков все то, что сейчас показывается в кинотеатре, полная катастрофа. А для 13-летнего зрителя все, что показывается на фестивалях, это не буду говорить слова, которые это произносит. Да-да-да. То есть это некие две параллельных реальности, но может быть это лучший залог того, что то, с чего мы начали, кризиса кино как такового нет. Это одна из мифологем. Вот. Нет. Кризис вообще очень плодотворное состояние. Что-то меняется и воспринимается как конец одного, начало другого. Поэтому когда нет кризиса в кино, это плохо. Ну что ж, вы можете своими глазами пойти и увидеть и убедиться в том, существует кризис или не существует, сходив на конкурсную и вне конкурсную программу 34-го Московского международного кинофестиваля. А у нас в гостях был его программный директор, киновета-культуролог Кирилл Емельевич Разлогов. Спасибо, что были с нами сегодня вечером. Продюсер программы Дина Турбовская, за пультом Евгений Лабыч и я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.